В полдень на кухне появились цветы, большой букет флоксов. Они стояли пышные, бархатисто-красные и синебелые, в этой полутемной, с длинным голым столом, с громадной плитой на 20 газовых горелок коммунальной кухни. Появились в полдень, а через час из черного горла старого глиняного кувшина торчало всего несколько обтреханных веток. — Чёрта зла, я вам ещё хоть раз привезу цветы! — возмущённо говорила Настасья. Сухая, крикливая женщина, зло глядя на старую Катю, добрую, тихую старуху. И зря послушала Маньку. Связи да связи, вот и связла нелюдям. Её голос резкий и злой, гулко отдавался в пустой кухне, где привыкли всё убирать друг от друга, где не было даже шкафчиков для посуды, обычных настенных полок. 37 комнат выходили в длинный, как пожарная кишка, коридор. В каждой комнате семья, в каждой семье свои радости и беды. И часто случалось, что в одной комнате веселятся, а в другой плачут. В одной шум и гам, а в соседней жуткая тишина. Пять этажей было в этом старом доме, построенном когда-то заводовладельцем, как благо для своих рабочих. Он и сейчас стоит, этот дом, на Нарском проспекте, сложенный из красного кирпича, с длинными коридорами, с общественными уборными для мужчин и женщин, с двумя кухнями на каждом этаже. Жили в нем друженики, многодетные и бездетные, одиночки, вдовы с детьми. Теперь в этом доме молодежное общежитие. Все семьи, жившие в нем давно, переселены в отдельные квартиры новых домов. А тогда, в праздники, после нескольких рюмок водки, жильцы выходили в коридор и веселились сообща. В будни ссорились, мирились, откровенничали, чтобы потом этим же корить друг друга, одалживались до получки, помогали в несчастье, порой завидовали в радости. Возможно, они были бы лучше, если бы избавились от такой скученности. Но в то время это было невозможно. Поэтому в характере жильцов такой комнатной системы были грубость, недоброжелательство и сварливость. Это особенно относилось с тем женщинам, которые не работали на производстве, а знали только один свой твердо очерченный круг – продуктовую лавку, кухню, свое жилье и постоянную заботу о своих близких, как бы их повкуснее накормить, да так, чтобы это было недорого. Собираясь на кухне, они обсуждали свои дела, перемывали косточки, кого в этот час с ними не было. Порой доставалась от них и Настя, сухой, нервной женщине, потерявшую блокаду мужа и двоих детей. Она жила одна. В летнее время на выходной ездил на дачу к своей сестре, жене профессора-медика. Та любила цветы, и весь участок у нее пламенел от множества георгинов, гладиолосов, маков, флоксов. Возвращаясь от сестры, Настя привозила громадный букет, вызывавший у всех соседок зависть и раздражение. «Ну, до чего же одна?» – говорили на кухне про нее. «Вот сколько знаю, ни разу не дарила хоть цветочкам, чего захотела. Да она скорее удавится, чем лепесточек даст», – сердцем говорила Нюрка брошенная. Жила она с сыном. Муж-водопроводчик ушел от нее лет десять назад, и с тех пор она стала ко всему относиться недоверчиво и зло. «И зачем ей цветы?» Она и нюхать-то них не может со своим насморком. Пожимая острыми плечами, фыркала тридцатилетняя Сонечка, уже успевшая три раза выйти замуж и теперь жившая с пожилым проводником Ленинград-Сочи. «Ох, и злые же вы, бабоньки! Ну, чего вам дались ее цветы?» – говорила старая Катя. «Не трожьте вы ее, нелегко ей». «А нам легко?» – сразу накидывалась на нее Нюрка брошенная. «И тебе нелегко. А поругаешь, что, легче, что ли, станет?» «Легче», – вмешивалась одна из сестер Огневых, старшая Лиза, осиротевшая в блокаду. Тогда ей было четырнадцать лет, а младшей сестренке пять. Пока она подымала меньшую, годы ушли, замуж не вышла. Безлюбовной, бессемейной жизни огрубела. В сердитые минуты могла крепко выругаться. В праздники пила водку, плакала и жаловалась на свою судьбу-судьбинушку. «Да бросьте вы», – говорила толстая бездетная жена колодовщика Анна Крюкова. «Я, если захочу, только моргну своему Константину, и в раз будет букет. Розы, если захочу». «Тебе что?» – тут же кидалась на нее Лиза. «Он ряжку-то отъела. Небось, не нам чета. Только и делов, что мужа увлажаешь. А тебя завидки берут, дурная. Да ради сестры свою жизнь погубила. Так теперь лютуешь». И, позабыв про Настю, про ее цветы, начинали ругаться, поносить друг друга. Но тут у кого-то закипал чайник, у другой пузырем подымалось кипевшее молоко, и разговоры, и ссоры сами собой обрывались, и кухня пустела. «Ничего, я себе подарочек сделала, осуждающая, уже на себя усмехнулась Настя. Как воронье, все растащили. А ты бы у себя оставила. Зачем на кухню-то?» – сказала старая Катя. «А зачем мне?» «Я в отпуску. На час заехала, да и уеду. Вам привезла?» «Так ведь откуда мы знали?» «Да ты постой, я вот сейчас». И старая Катя торопливо засеменила по коридору, окинула взглядом ряды одинаковых дверей и толкнулась в Лизину комнату. Вскоре она показалась снова в коридоре, шла, прижимая груди гроздья белых с голубоватой тенью флоксов. А вслед за ней спешила Лиза. «Чего ж ты у меня одной отбираешь? Ты у всех забирай». «У всех отберу». «А как же?» На шум пооткрывались соседние двери. Из них выглянули Сонечка и Нюрка Брошенная. «Доченьки, а цветы-то ведь нам привезла Настена. Она на кухне поставила всем нам. Несите-ка обратно поскорее». И вот на кухне снова появился большой букет из огненно-красных, белых, карминно-розовых, пурпурно-фиолетовых огней. И странное дело, что-то произошло с этим букетом. Пока он был Настен, никто не видел в нем той красоты, какая появилась теперь. Женщины восклицали, разглядывали, улыбались друг другу. И в какую-то минуту наступила тишина. Женщины задумывались. О чем? Что вспомнили? Что навели им цветы? Может, детство с лужайками и полянами, с легкими облаками, плывущими по синему небу, речку с теплыми берегами? Может, юность с той безмятежной порой, когда ни о чем не думается, ни о чем не грустится, что-то приветливое, ласковое касалось их сердец. И как слабые отцветы, чего-то хорошего, появлялись на их усталых, раньше времени постаревших лицах. У Нюрки Брошенной на глазах блестели слезы. Она вспомнила, что с таким же красивым букетом пришел на свадьбу ее Николай. Как тогда она обрадовалась этим цветам? Она даже не знала, что их зовут Флоксы. Зарылась лицом в белые гроздья и думалась ей, что счастье ее никогда не покинет. На лице Лизы робко пробилась мягкая улыбка, может быть, предназначенная для детей, которых у нее никогда не будет. Сонечка задумчиво улыбалась, как бы осуждая себя за растрепанное во многих любовях чистое чувство, которое ей было дано одно на всю жизнь и которое она по незадачливой судьбе не сумела сохранить. Притихла и Анна Крюкова. Умиленно, как на голубей, глядела на святы старая Катя. О чем-то своем вздыхали и думали и другие подошедшие женщины. Может, думали и о том, что в повседневной сутолоке в беспрерывных заботах совсем забыли, что кроме кухни, магазина, дымного города есть еще земля с цветами, с озерами, тенистыми лесами, светлыми полянками, что надо бы почаще там бывать, что не должна же вся жизнь пройти в этих пустых, почерневших от паров и поджарок кухонных стенах, что жить надо светлее цветы. Прошептала Сонечка и склонилась к ним, коснулась щекой. И все улыбнулись, незнакомо притихли. А в кухне уже наступал вечер. Солнце садилось где-то за городом, там, где леса и реки, где поля и цветы. Поэтому на кухне не было ни закатных отблесков, ни розовато-багрового сияния, а сразу сгустились сумерки, словно отваливались от старых заштукатуренных стен. «Анна!» Гулка прокатилась по коридору. Мой пришел. Взрогнув, прошептала Анна и тут же засмеялась и, подрагивая пышными плечами, игриво побежала к мужу. И этот крик колдовщика и обычная манера Анны весело встречать мужа, вернули женщин тот определенный мир, который ограничивался для них кухней, спешными заботами, с утолокой. Но и разогревая обеды, кипятя чайники, моя посуду, они нет-нет-дая глядывались на флоксы, теперь уже освещенные мертвенным электрическим светом и все равно прекрасные в своей необычности из другого мира. Не покидало женщин в светлое состояние и утром. В отличие от прежних многих дней, они не были раздражены, не схватывались из-за ерунды, не торопились занять крайние, более удобные для работы горелки. Были предупредительны, уступчивы, словно поняли, что все грубо и не нужно, что можно хорошо жить и уважая друг друга. Так продолжалось несколько дней. И хотя часто меняли воду, цветы все же блекли, и от этого словно темнее становилось на кухне. И, наконец, наступил тот последний день, когда все поняли, что цветов уже нет. Из горшка свисали отмершиеся цвете. На них старались не глядеть, они угнетали. и все же ни у кого не хватило духа выбросить их. Только какая-то добрая душа, наверное, баба Катя, переставила их со стола на подоконник. Там они реже попадали на глаза. Но однажды вместо увязших флоксов из старого кувшина весело запестрели своими разноцветными подсолнечниками свежие астры. Цветы? Удивленно, радостно сказала Сонечка. Откуда? Опять Настя? Ее нету, ответила старая Катя, снимая с плиты чайник. Она же в отпуску. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова